Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов и описания к этим работам по книге «Великие музеи мира». Рене Магрид. Любовники. 1928 год. Холст масла 54 на 73. Рене Магрид. Родился в маленьком бельгийском городке Лиссин в семье Портнова. Детство и юность провел в небольшом промышленном городе Шар-Леруа, где периодически посещал занятия рисования у разных учителей. Когда подростку было 13 лет, его мать покончила с собой. По свидетельству самого художника, когда ее тело доставали из реки Самбр, он был на берегу и все видел. Эта трагедия отразилась на всем его творчестве. С 15 лет молодой человек посещал Королевскую академию изящных искусств в Брюсселе. Ранние картины студента выполнены в импрессионистической манере. Позже он увлекся футуризмом и кубизмом. В 23 года Магридта забрали в армию. Он год прослужил в пехоте и как только демобилизовался, женился на подруге детства и прожил с ней до самой смерти. В 4 года мастер отработал чертежником рекламы на фабрике бумажной продукции. Только в 1926-м долгосрочный контракт со столичной галереей Сентна позволил ему полностью посвятить себя живописи. К этому же времени относятся первые картины художника, выполненные в его излюбленной сюрреалистической манере. Однако критики сочли их неудачными. И Магридт с женой уехал в Париж. Там он поступил в кружок сюрреалистов, познакомился с литератором и основоположником сюрреализма Андре Бретоном. Возвратившись домой, мастер снова стал работать в рекламе и даже открыл собственное агентство. Во время германской оккупации Бельгии в 1940-х годах его творчество изменилось. Световая гамма стала солнечной, а стилистика приблизилась к яркой манере Ренуара. Живописец считал важным взбодрить соотечественников и вселить в них надежду. Когда Вторая мировая война закончилась, Магридт вернулся к мрачному цвету и стилю своих работ, основанных на гласовско-поэтических воззрениях, а порой и вовсе на парадоксах логики. Полотно «Любовники» является одним из нескольких произведений автора, в которых изображены мужчина и женщина с тканями на лицах. В данной картине пара застыла на фоне вечернего пейзажа с зелеными холмами и деревьями. Существует несколько версий того, что именно означает эта сюрреалистическая живопись, но, несомненно, одно – герои мертвы. Поскольку построение композиции близко к парадному портрету, возможно, художник хотел поведать о том, как абсурдно близки друг другу дыхание и удушье, радости, горе, жизнь и смерть. Творчество Рене Магридта загадочное и удивительное. Оно явилось предтечей современного искусства всего мира. Вот такое описание к работе «Любовники», автор Рене Магридт, 1928 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok